Всем привет, кто включил это видео! Меня зовут Хатуна и спасибо, что вы зашли на мой канал. У меня есть вот такой вот мешочек и здесь пустые банки, пустая тара достойных продуктов. Продукты закончились, содержимое этих банок, а впечатления у меня остались. И эти продукты действительно были классными и видео я решила снять по той причине, что сама я когда-то искала какой-то хороший крем под глаза или эффективный и тоже натыкалась на подобные видео, где девчонки рассказывали о продуктах, которыми они были впечатлены. И все началось с того, что, например, у меня был классный крем для кожи вокруг глаз и он у меня закончился. Но чтобы не забыть, какой он, как он выглядел, я взяла, бросила в ящичек, такой, знаете, возле зеркала, когда вот там комодик. Потом туда полетела еще какая-то пустая банка, еще и так у меня насобиралось достаточное уже количество для видео. Но потом я перебрала их и оставила самые-самые. И вот сейчас хочу поделиться с вами. Но перед тем, как я начну рассказывать о продуктах, которые мне понравились и, собственно, банки, от которых остались, я хочу сначала, ну, вернее, я должна, наверное, сначала сказать возраст, требования к кремам и хотя бы тип своей кожи. Я уже тетя взрослая, мне 35+, то есть мне полных 37 лет. Вообще чувствую себя классно, не стесняюсь этого возраста и, не знаю, все чудесно. Второе. Кожа у меня комбинированная, это когда нос, подбородок, щеки такие пористые, толстые, а под глазами всегда хочется увлажнять и не хватает увлажнения. Еще я должна добавить, что я не верю в такие фразы, когда на кремах написано или в рекламе громко кричится и говорится, что крем разгладит морщины, прям вот супер молодость и все такое. То есть мне кажется, что нет еще такого крема, который бы действительно разглаживал морщины. Есть совпадение, когда ты выспался, начал хорошо, правильно кушать, там удалил острое, избегаешь соленого, и это совпадает с каким-то кремом, который ты купила, и кажется, что это помогает крем, но на самом деле это не так. И плюс еще мне кажется, что, ну мне не кажется, я понимаю, что молекулы крема, они гораздо больше, чем молекулы кожи, и я не могу это представить, что крем проник вот через все слои эпидермиса и вытолкнул эту морщину назад. Поэтому да, на такие фразочки, что от морщины, супер-пупер омолаживание я не кидаюсь. И плюс еще я должна добавить, что также я не ведусь на супер-пупер марке. Почему? У меня какой-то психологический барьер, и мне кажется, что в цену продукта уже входит какой-то процент за рекламу, какой-то процент за упаковку, какой-то процент за то, что именно в этом магазине продается. И в итоге сама стоимость содержимого, она не так велика, как они и кричат. Ну вот, если вы хоть немножко похожи в мышлении со мной, то, надеюсь, вам это видео не просто понравится, но даже пригодится. Все, приятного просмотра. Я перевела камеру... Уху! Лампа упала. Ой! О, перевела. Я перевела камеру на стол, потому что кажется, что так будет удобнее, видно, ну, то, что у меня закончилось, и понятней. В общем, на столе сейчас это те продукты, которые закончились, и они предназначены для волос. Первое, про что хочу сказать, это про вот такой шампунь для Аппетит Марселье. То есть, видите, он действительно классный. От шампуня я много не требую никогда. Да, то есть, вымылась голова и вымылась, и слава богу. Но вот этот очень нравится, всегда к нему возвращаюсь, и его плюсы. Это то, что вымывает с первого раза приятный запах, прозрачный. Последнее время я очень полюбила прозрачные шампуни. Плюс прозрачная сама упаковка, и когда он стоит, и там остается немножко, видно, что там осталось на дне, или половина еще. Плюс сама упаковка, сам вот этот пузырек невысокий, и когда остается одна треть, то не падает в ванной. Ну, как-то все в нем сошлось, и очень нравится, всегда в нем, всегда к нему возвращаюсь. Вот, видите, даже два пустых. Так, дальше, любимый продукт для волос, это кокосовое масло. Это покупала на каком-то украинском сайте, Кобьюти вот написано, или Оил Бьюти, не знаю. В общем, кокосовое масло использую в огромных количествах, как для волос, так и для рук при парафинотерапии. Сказать, тут не добавить, не убавить, хорошая вещь. Если у вас сухие волосы, то очень рекомендую купить и попробовать кокосовое масло. Дальше вот такой продукт тоже закончился. Это известный всем бальзам Тоника. Это цвет перламутр. Я сейчас открою, попробую показать. Вот, видите, он как серо-фиолетовый. Как я его использую, то есть я темненькая, и этот бальзам чаще всего используют блондинки. Но, знаете, в крашеных темных волосах очень часто пробивается рыжина и краснота. Так вот, вот такие вот бальзамы, может быть Тоника, может есть какие-то профессиональные, они очень классно борются с этой желтизной и краснотой. То есть я либо разбавляю с водой и полоскаю голову, либо мешаю с каким-то бальзамом для волос, наношу на волосы и смываю. Классная вещь, если вы не хотите, чтобы рыжина была в волосах, тоже рекомендую. И последний тоже очень классный продукт, это, видите, написано бриллиантовый блеск для волос. Фирма Estelle. Это не лак, то есть он абсолютно не фиксирует. Это не микропыльца, вот, которая сияет. Не блестяшки никакие. Там какая-то находится субстанция, которая при давлении распределяется на волосах. Вот, не знаю, тут уже ничего не осталось. И волосам придается, знаете, вот, называется рекламный блеск волос. Это хорошо для фотографий, для видео, для, если день рождения или куда-то вас пригласили идти. Волосы реально блестят. Вот, забыла, еще вот такая маска для волос есть. Покупала я ее в Польше, 75 злотых стоило. Маска для сухих волос, для кончиков. На самом деле очень хороша, приятный запах, густая консистенция, закончилась полностью. Рекомендую. Но она дорогая. А теперь, девочки, несколько продуктов для глаз. И удивительно, но вот их всего чуть-чуть. Вот этот крем, крем фирмы Зая. Крем для кожи вокруг глаз. На самом деле он очень хорош. Хорош тем, что он очень мягкий, очень плотный. И очень хорошо увлажняет кожу вокруг глаз. Зая очень популярна и в России, и в Украине, и везде. Это польская марка. Но есть один такой нюанс. Вот этих кремов на Украине нет. Я пыталась заказывать, в итоге я потом заказывала девочке, которая ездит. Я этот крем покупала тоже, когда мы жили в Польше. И видите, в чем фишка. Вот здесь вот есть маленькое обозначение мед. То есть, это такое направление у этой марки посерьезней, что ли. Она позиционируется как увлажняющая, антивозрастная. Порекомендовала мне ее девочка-консультант в специализированном магазине ихнем. И я с того момента поняла, что есть продукты, которые внутри используются. И они не отсылаются там за границу на экспорт. А есть, которые на экспорт. И почему-то мне показалось, что на экспорт всегда отправляются продукты, которые похуже, пониже качеством и подешевле. Вот, как-то так. Но если вы увидите этот крем, он по цене абсолютно недорогой. Он классный, мягкий, увлажняет. Есть какой-то эффект. Знаете, когда просыпаешься с утра и воспользовался им на вечер, то нету заломов от сна. Потому что кожа мягкая, восстанавливается быстро. Особенно, если вы спите на животе. И вот таких два продукта. Понимаю, что вроде уже и не 16. Но когда очень хочется выглядеть хорошо, я как-то наращивала ресницы и коррекцию делала. Ну, потом перестала, знаете, попробовала, побаловалась и все. Ну, я купила себе вот такой набор ресничек. Какой-то недорогой, бюджетный. Вот, купила клей. И периодически, видите, вот уже закончились. Периодически, когда какой-то праздник или мы куда-то идем гулять, честно, это как выход, что ли. То есть, я клею на кончике глаз, внешний уголок глаза, по три пучка. Это пучковые ресницы. Клей очень удобно пинцетом. И как-то поднимается, что ли, глаз века вверх. То есть, уголки уже получаются неопущенные и не такое печальное лицо. Кстати, так, чтобы повеселить, вот этот клей и вот этот крем, они лежат у меня, ну, в комодике, в зеркало и вместе, рядом. И очень часто бывает так, что я хватаю клей, мажу под глаза, ложусь спать и потом понимаю, что, блин, опять я намазала не кремом, а клеем для ресниц. Ну, ничего страшного. Потом оно снимается, как клей ПВА мы в детстве снимали и все. Вот такие продукты для глаз закончились у меня, но они очень достойны. Вот эту вещь, это был у меня один, потом я купила второй. Ну, сейчас мне уже просто надоело, знаете, когда два раза подряд пользуешься. Ну, продукт хороший. А теперь крема. Вернее, не крема, а уход за лицом, за кожей лица. Первое, про что хочу сказать, вот закончилось, но не совсем. Я еще пользуюсь, но уже добиваю. Это называется шоколадно-анисовый джем для умывания фирмы или марки Спивас. Заказывала через интернет. Компания Маловаренья. Очень классная вещь. Пахнет он сильно. Выглядит, вот он, девочки, вот так. Вот он выглядит действительно как варенье. Пенится очень хорошо. Но самое главное, его чем-то похож на желатин, на желе. Самая главная его характеристика со знаком плюс, это то, что, знаете, вот очень часто на косметисте или на ютубе кто-то делает обзор на продукт для умывания. И говорит, вот умывает до скрипа, умывает до скрипа. Никогда в жизни мне не попадался продукт. Я покупала там аптечные умывалки, еще какие-то, масс-маркета, чтобы, что такое умывает до скрипа. Ну, умылся, умылся и пошел. Вот этот, первый раз я поняла, когда я умылась с ним, я поняла, что значит до скрипа. То есть, он как-то вот смывает, что действительно потом проводишь по лицу и по лицу он как останавливается, что ли, тормозит. Очень классный продукт, очень долгоиграющий. Если честно, мне уже надоело, хочется что-то новое, но надо его добить. Как умывалка, классная вещь. И вот такая же закончилась тоже. Вообще-вообще закончилась, уже пустая. Это маска для лица, тоже с пивак. Я их заказывала вместе. Маска очень хороша. Там в ней основной ингредиент глина. И уже потом идет миндальное масло, шеи, всякие вспомогательные. Что она делает, ее функция, она подсушивает, очищает, смягчает. Хоть она из глины, но она не засыхает на лице. После нее очень приятные ощущения. Минусы ее, выдавить ее оттуда тяжело. И через вот это отверстие она вообще не выдавливалась. Я ее раскручивала, доставала карандашом. Вот эти два продукта достаточно бюджетные. Но по своему качеству, это знаете, когда качество выше, чем цена. Следующий крем. Не буду, не знаю, как он правильно читается, девочки. Знаю, что вроде бы это израильский. Купила я его на эмоциях, потому что покупала еще тоник и соль морскую. Те продукты у меня еще не закончились, поэтому их здесь пока нет. А вот крем закончился. И знаете, что странно? Вообще он по своей цене достаточно не дешевый. И мне казалось, блин, ну такой дорогой крем. Че в нем такого? Но когда он закончился, то стало заметно, что я перешла на другой крем. Сказать, что прям супер-пупер не могу. Крем как крем. Вообще не знаю, что про него сказать. Также такие же очень странные и противоречивые у меня отзывы о вот этом креме. Тоже вот он закончился. Но знаете, что интересно? И этот крем я до конца использовала. И этот. Этот был вот этот ночной. Этот, кажется, дневной. Не помню какой. Вот. Этот. Это один, наверное, из первых аптечных кремов в моей жизни. И я слышала, что нужно покупать аптечную косметику. Якобы она проходит по ГОСТу. Там какие-то требования. Проверку. Ну вот я попробовала купить. Нюкс слышала. И тоже как-то пока пользовалась. Думала, ну что у него такого особенного. Потом, когда он закончился, я перешла на какой-то... Ну не помню. Купила. Такой быстрый какой-то. Знаете, пошел за хлебом. Купил заодно и крем. И я поняла разницу. То есть действительно крем хорош. Знаете, если честно, меня в нем очень привлекал запах. Мне вообще нравятся ароматы в Нюксе. И потом, когда я уже купила крем в аптеке, мне надавали кучу пробников. Я все эти пробники использовала. И потом еще, наверное, месяца два приходила в аптеку и говорила, а можете мне дать пробников? Можете мне дать пробников? И, наверное, месяца два жила на пробниках. Очень мне нравятся их запахи. И качество этих кремов хорошо. Но прикол, что нужно выбирать. Я этот крем выбирала долго. Тут вот идет, видите, такая марка Мир Виланса. То есть я хотела крем с кислотами. Ну вот, крем понравился. Хороший. А вот эти два крема, купленные по отзывам на Ютубе, услышанными мной на Ютубе. И я очень благодарна девочкам, которые о них рассказали. Давайте по порядку. Вот этот крем Биокура, его очень хвалила Елена Бекер. Эта женщина, у нее свой канал. Он тоже называется Елена Бекер. У нее трое деток. Она визажист. Я не знаю, косметологов нет, но она визажист. И она этот крем хвалила как бюджетный крем. Как, знаете, вот что-то типа как дочерний крем Елены Рубинштейн. Вот у них Биокура именно вот синий, ночной. Короче, я ее послушала, заказала. Удивилась, что этот крем стоил, если я не ошибаюсь, около 3 долларов. Купить было очень легко. На сайте, не помню, набрала на каком-то сайте. А, вообще в гугле забила Биокура, купила. Понравился, девчонки, очень. Вот если денежки поджимают, а ночной крем нужен и возраст 35, 30, 37, берите, не пожалеете. Понравится очень. Он достаточно плотный, как ночной, но он не оставляет никаких следов. Он не лежит пленкой. Короче, бомбовский крем. Вот из этих всех кремов мне больше всего понравился вот этот, на удивление. Хотя он самый дешевый из этих трех. Вот этот понравился больше всего, как ночной. Следующий крем тоже был куплен мною. Тут, видите, там чуть-чуть покажу его консистенцию. Внутри он серо-коричневый. Запах, честно говоря, отталкивающий. Я не скажу, что неприятный, но просто вот это не цветочный, нелегкий запах. А, и купить его в магазине, вот в легком доступе, будет трудно. То есть, я заказывала на iHerb. Его привилегии. Вот это Дерма-Е, вот это слово, плюс вот это ДМА-Е, это то ли молекулы, то ли формула составляющего, который входит в этот крем, который идет против возраста. То есть, он не подтянет кожу и не исправит, да, то, что если уже минусы есть. Но хотя бы тот уровень, на котором, например, сейчас находится моя кожа, он помогает продолжаться, продолжать быть ей на этом же уровне. Да, вот, у меня уже начинают, как бы, с возрастом опускаться, как это называется, ниже бороды-то, крылья, брылья. Сейчас расскажу вам. Об этом креме рассказала девочка на ютубе Вики 3000, у нее называется канал. Почему я повелась, да, или как сказать. Крем, во-первых, крем недорогой. Состав отличный. Хранить желательно в холодильнике. Я его хранила в холодильнике. Пользоваться на ночь. Я так поняла, здесь есть кислоты. Что делают кислоты? Они растворяют верхний слой кожи. То есть, кислоты подходят тем, у кого жирная, пористая кожа. И вот эти кислоты разбивают верхний слой, и потом ты умываешься, ну, и как-то поры очищаются легче. Потому что я чаще, ну, я борюсь с порами. Вики, Вика, она не просто, там, знаете, любитель, визажист. Она врач по профессии. Врач практикующий. И к выбору косметики уходовой она относится более профессионально. То есть, она дает огромное внимание составу. И вот по ее отзыву я купила этот крем. Не пожалела. Повторила ли бы я еще? Да, повторила. И сейчас у меня подобный крем, но уже немножко другой купленный. Тоже по ее, как бы, отзывам, ее впечатлениям. Тоже пользуюсь, не жалею. Пользуюсь не каждый день, чтобы кожа не привыкала все-таки. А теперь у меня еще вот таких три продукта. И это продукты для тела. Это понятно. Первый продукт, это гель для душа. Это обожаемый мой гель для душа Камей. Нравится из-за того, что долго держит аромат и очень сильно пенится. И все. Короче, классный. Закончился. Потом вот такая штука. Это самая палевая... Самая... Блин. Не сказала обогреватель. Что называется, когда загорается? А, автозагар. Вот. Тоже покупала в Польше. К сожалению, на Украине его нет. И даже на сайте, ну, как бы, купить нельзя. Ну, можно кому-то заказать, кто ездит постоянно. Хотя марка это есть. Плюс этого автозагара в том, что это мусс. И, соответственно, он не так, как крем. Он не полосит. Если кремом мазать, крем будет полосить по ногам. Надо очень хорошо там растирать. То мусс я вообще не запаривалась. Нанесла, распределила, пошла смыла через 40 минут. Все. Но самый главный его плюс. Увидите, берите. Это отсутствие вот этого специфического запаха, который присущ всем автозагарам. Когда ты уже походил, там полчаса, от тебя несет ужасно курицей шмаленой. Вот этот не пахнет. Классная вещь, берите. И еще один продукт для тела. Но это не, не знаю, не косметологический. Это вот закончились вот такие вот прокладки, что ли, для защиты от пота. Одну я оставила показать. И прикол ихний в том, что они-то может от пота и защищают. Но именно вот эта фирма, Виа Бьюти, она какая-то толстенькая. Я знаю, что есть других марок и гораздо тоньше. Вот сами вот здесь. Чем хороши они? Знаете, когда или мужчина, или женщина даже пользуется антиперспирантом, то вот сильный антиперспирант, он убивает, к сожалению, ткань. То есть футболку изнутри. И там остается такой налет какой-то, который очень тяжело отстирывается. Он со временем грубеет. И его невозможно отодрать. Так вот, вот эти штуки, они защищают, я не знаю, как они защищают от пота, но то, что они защищают футболку изнутри, или водолазку, или свитер от дезодоранта и антиперспиранта, это факт. Короче, вещь прикольная. Вещь такая, достойна внимания, но надо приловчиться пользоваться. Но вообще хороша. Честно, и футболки, и свитер защитит от дезика. От пота не знаю. Ну что ж, девчонки, вот такие были продукты, которые закончились, а банки остались. Я с удовольствием с вами поделилась. Может быть, кто-то из вас присмотрится и выберет крем для себя. Продукты действительно все достойные, классные, я бы сказала. Я была очень довольна, вы сами видите. Я все использовала до последней капельки. Спасибо вам, что вы досмотрели это видео до конца. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь на канал, потому что иногда я сама не знаю, о чем будет следующее видео, потому что вот такая мишанина у меня на канале. И хобби, и развлечения, и косметика, и все подряд. Я вам желаю всего-всего хорошего. И главное, чтобы ваши родные не болели. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok